С самого начала времен живые организмы сражались друг с другом. Как только в океанах появились первые животные, сразу же пошла борьба за жизнь. Речь идет не о предках тигров и даже не о динозаврах. Британские палеонтологи нашли отпечатки существ, которые жили более 500 миллионов лет назад в идиокарском периоде. В те времена на Земле не существовало животных со скелетами. Фауна вообще не включала в себя организмы, которые были хоть как-то похожи на современных животных. Фауна идиокара состояла из организмов с мягкими телами и ветвящимися подобиями щупалец. Информации о них мало, потому что эти создания оставили после себя мало следов. В Англии есть очень древняя территория — Чармудский лес. Очень сложно поверить, но его возраст — почти 600 миллионов лет. Это излюбленное место для всех палеонтологов. Там находят огромное количество вымерших животных и древних организмов. Так вот, из всех отпечатков на территории Чармудского леса ученых особенно привлек только один, который явно имел скелет и вел хищный образ жизни. Кажется, исследователи нашли самого первого хищника в истории Земли. На этом фото предположительно один из самых первых хищников на Земле, обитавших примерно 500 миллионов лет назад. Он бессовестно поедал более мелкие организмы и в прямом смысле доминировал над всеми живыми существами на Земле. Напоминал он с собой коралловый полип, добывающий себе пищу при помощи щупалец. Удивительное существо имело длину около 20 сантиметров и обладало плотными щупальцами, которые могли плавно раскачиваться в воде и захватывать плывущую рядом пищу. Если это действительно было так, и это загадочное существо жило во времена идиокарского периода, тогда британские ученые и явно нашли самого первого хищника в истории Земли. Возможно, таковые были и до него, но он может быть единственным, кто хотя бы немного сохранил свои следы до наших дней. Кстати, его звали Аттенборо, в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Гораздо позже мать природа стала заселять Землю самыми разнообразными видами животных. И фактически все организмы разделились на два лагеря. Травоядные ели траву, хищники ели травоядных. Так и появился этот неизменяемый закон природы. Но со временем некоторые животные, которые были слабы перед доминирующими хищниками, получили от природы бонусы. Защиту, маскировку и оружие. Подписывайся на наши соцсети и узнавай много нового и интересного о жизни самых разнообразных животных. Мы есть в ВК, в Телеграме, в Инстаграме. Это лес мезозойского периода. Тираннозавр высматривает добычу. Его невероятное обоняние подсказывает ему, что где-то недалеко в паре километров пасется семья трицератопсов. Хищник жадно нюхает воздух. Слабый ветер дует на него. Значит, можно незаметно и неспеша подойти к добыче. И вот уже цель близка. Осталось рвануть к самому большому из них. Больше добыча, больше мяса. И вот Тирекс бросается в атаку. Остались считанные метры. И зубы Тирекса вот-вот пронзят сочный бог Трицератопса. Но внезапно Трицератопс поворачивает свою морду с огромными рогами навстречу гиганту. Скорость хищника настолько велика, что он уже не может остановиться. Смертоносные рога травоядного вонзаются в несущийся живой локомотив. Первые минуты Тираннозавр даже не почувствовал боли, и его огромные челюсти сомкнулись на шее травоядного. В итоге Трицератопс получил раны, несовместимые с жизнью. Но и Тираннозавр не стал победителем. Он умер от потери крови, от повреждений, которые нанес ему рогатый ящер. Эта битва завершилась трагично для обоих. А это наши дни. Эпичный бой Мангусты против Кобры. Есть ошибочное мнение о том, что у Мангуста существует иммунитет от яда Кобры. Но на самом деле это не так. При схватке с Коброй, Мангуст ловко уворачивается от змеиных атак. Ну а если все-таки Кобра укусила зверька, то может быть несколько исходов. В организм может проникнуть большое количество яда, и Мангуст может умереть. Ну а если укус был незначительный, то пушистый боец отлеживается какое-то время после боя, пока весь яд не выведется из организма. Но Мангусты вступают в бой с Кобрами в самом крайнем случае, или когда сильно голодные, или когда им самим угрожает опасность. Существует много случаев, когда эти два хищника наносили друг другу смертельные раны и оба погибали. Кстати, в одно время индийский вид Мангустов завозили на острова Карибского бассейна для борьбы с гремучими змеями. Но, как выяснилось, пушистые зверьки не смогли справиться с этой задачей. Вот еще один пример, когда в противостоянии гигантов не было победителей, даже в эпоху мелового периода. В морских глубинах на охотничьих угодьях столкнулись гигантский кит Левиафан и семейство мегалодонов. Как будто несколько небоскребов ударились друг с другом. Причина в том, что кит-убийца случайно заплыл на территорию этих гигантских акул и задача мегалодонов выгнать противника подальше. Но происходит невероятное. Наглый Левиафан атакует одного из мегалодонов, нанеся смертельную рану последнему. И, конечно, остальные члены семьи не могли этого стерпеть. Атаки на убийцу были одна мощнее другой. В итоге самый большой мегалодон наносит смертельный удар виновнику ситуации. Поверженный Левиафан медленно опускается на дно океана, где скоро станет пищей разнообразных морских обитателей. Но если бы гигантский мегалодон столкнулся с Левиафаном один на один, то вполне вероятно, что погибли бы оба представителя доисторического океана. Ну а в наше время можно наблюдать и такие битвы. Это одни из самых ядовитых пауков на земле. Тарантул и скорпион. Скорпионы и тарантулы — два вида древних паукообразных, которые населяют Землю сотни миллионов лет. Они существовали даже до времен динозавров. В дикой природе скорпионы и тарантулы редко пересекаются, но они будут сражаться, чтобы защитить свою территорию или себя, а иногда даже пытаться съесть друг друга. На первый взгляд бой кажется равным. Скорпионы и тарантулы обычно устраивают засаду, хищники которой сидят и ждут своей добычи. Оба хорошо вооружены. У скорпионов есть прочная броня в виде экзоскелета, состоящего из перекрывающихся слоев хитина и белка, который похож на кератин в наших ногтях. А у скорпионов есть хватательные клешни, чтобы ловить и рвать добычу, которые они могут использовать, чтобы схватить тарантула. Один из крупнейших в мире скорпионов — гигантский лесной скорпион. Он вырастает до 22 см в длину и может использовать свои мощные клешни, чтобы раздавить тарантула-птициеда. Однако в критическом случае тарантул может пожертвовать конечностью, чтобы освободиться и отрастить ее заново при следующей линке. Пауки-тарантулы также имеют преимущество в размере. Например, у галиафа-птициеда в Южной Америке внушительная длина тела — 12 см, а длина ног — почти 30 см. Это размер страницы А4. Отсутствие у пауков-клешней они компенсируют клыками, которые позволяют им легко пробивать хитин и наносить болезненные колотые раны. У скорпионов и тарантулов в арсенале есть супероружие — яд. Скорпионы вводят яд через жало в хвосте, а пауки — через клыки. Такая схватка, конечно, очень захватывающая, но в большинстве случаев исход может быть летальным для обоих противников. Достаточно большие порции яда, полученные двумя противниками, действуют быстро. И вот самоубийственный поединок окончен со счетом минус, причем для всех. Птерозавры — повелители доисторического неба. Но даже и у этих повелителей происходили смертельные схватки. Каким образом это проявлялось? Допустим, один из птерозавров поймал достаточно крупное по размерам животное, умертвил его и пытается в когтях отнести добычу в гнездо, чтобы накормить своих недавно вылупившихся птенцов. Но во время полета на него нападает другой птерозавр с целью отобрать честно заработанный трофей. Он пытается забрать добычу в воздухе. Оба птерозавра крепко держат добычу на высоте нескольких десятков метров и не желают ее отпускать. Они начинают раскручиваться на огромной высоте. Смертельная карусель иногда выходит из-под контроля обоих противников. Никто не отпускает добычу и хищники теряют контроль над высотой. В итоге оба падают на землю с огромной скоростью и разбиваются насмерть. Такой печальный опыт противостояния происходит и в наши дни. Орлы следуют точно такой же традиции. Схватив горную козу, гигантский орел поднимается на невероятную высоту. И если конкурент пытается отобрать еду, то происходит точно такая же смертельная карусель. Жадность обоих может привести к такому же печальному исходу, который практиковали когда-то птерозавры. Это змея. Она ищет себе пропитание. Поиск оказался недолгим. Змея наметила жертву. Красивая и на первый взгляд обычная безобидная лягушка спокойно греется на солнышке и даже не подозревает, что над ее жизнью нависла опасность. Молниеносный рывок и зубы змеи проникли в тело разноцветного земноводного. Яд начал быстро действовать и змея с нетерпением проглотила лягушку. Но этим она совершила ошибку, которая стоила ей жизни. Лягушка оказалась очень ядовитой и яд попал к охотнику уже тогда, когда змея прокусила тело несчастные жертвы. Несмотря на столь привлекательный внешний вид, лягушка представляет одно из самых ядовитых живых существ нашей планеты, населяющих Латинскую Америку. Даже небольшое количество яда может убить до пяти человек. Токсичность яда такова, что малейшее прикосновение к лягушке может повлечь за собой неизбежную смерть. При этом многие лягушки отличаются весьма миролюбивым характером и первыми никогда не нападают. Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали. А также бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала Реальное Нереальное. Субтитры сделал DimaTorzok